Всем привет, друзья, на канале Рецепты в гостях у Вани. Очень рад, что вы сегодня у меня в гостях. А у меня для вас есть прекрасное блюдо из мяса. За окном сейчас идет снег с дождем, прохладно, не очень комфортно, а дома уютно. И чтобы дополнить этот уют, я решил приготовить бифстроганов. Это вкуснейшее блюдо из мяса, дополнит любой повод, подойдет на праздничный стол. Очень нежное, ароматное. Приготовление бифстроганова я начинаю с нарезки лука. Я беру две крупные луковицы и нарежу их полукольцом. Ух, крепкий лук попался, блюдо будет еще вкуснее. Нарезку я выбираю самую простую, ножом работаю вверх-вниз. Таким образом точно не порежусь. А мясо рекомендую немного подморозить, так будет легче его нарезать. И пойдемте сразу отправим лук на сковороду. Я беру стальную сковороду и хорошо ее накалил. И добавляю растительное масло. И сразу же отправляю весь лук. Именно от обжарки ингредиентов будет зависеть конечный вкус блюдо. Лук оставляю на сковороде, буду за ним присматривать. И пойдемте нарежем мясо. Мясо я буду нарезать тонкими полосками. Примерно полсантиметра в толщину. Вот я мясо подморозил и будет очень легко его нарезать. Постарайтесь взять говядину с меньшим количеством жира. Я беру 600 граммов говядины и 300 грамм лука на эти пропорции. Для этого блюда я рекомендую взять говядину понежнее, потому что блюдо готовится очень быстро. И при правильной обжарке говядина останется очень сочной. И пойдемте проверим, как уже лук на сковороде. Не бойтесь большого количества лука, он сейчас уменьшится в размере. Его необходимо подрумянить. Обратите внимание, я готовлю на стальной сковороде. И чтобы к ней ничего не пригорало, ее просто нужно правильно нагреть. А ссылка, как готовить на стальной сковороде, будет внизу под видео. Говядину оставляю на доске и добавляю специи. Я использую крупную соль для этого рецепта, чтобы хорошо ее распятелить. И черный перец. И не забывая следить за луком, его нужно хорошо подрумянить, задать вкус блюду. Не забывая добавить соль к луку и снимаю его со сковороды. И теперь я буду присыпать к самому важному моменту приготовления этого блюда. Обжариванию говядины. Беру немного муки. Взять плоскую тарелку и выкладываю кусочки говядины. Обратите внимание, я не добавлял муку сразу ко всему мясу. Лучше делать небольшими порциями. Так как мясо лучше также обжаривать небольшими порциями. Пойдемте. После сковорода, на которой я обжаривал лук, я начинаю обжаривать говядину. Очень важно время обжаривания. Это не должно занять более 2-3 минут. Сковорода должна быть действительно хорошо нагрета. Высокая температура, а также добавление муки сохранит сочность мяса. Я очень люблю использовать стальную сковороду. Мне кажется, блюда намного вкуснее, приготовленные именно на такой сковороде. Они получаются очень ароматные. И мясо достигло уже желаемой степени прожарки. Я отправляю его к луку. И теперь повторяю процесс до того момента, пока не обжарю все мясо. Приготовление небольшими порциями дает полный контроль над мясом. Оно получится очень нежное. Напишите мне в комментариях, какие специи вы добавляете в бестрогану. Как вы готовите свой бестроган? Мне будет очень интересно. Вот такое румяное мясо получается за счет того, что я использую остальную сковороду. После второй партии, если появилось много прижарочек, я рекомендую их соскребсти. И вот у меня уже последняя партия готова. Это процесс очень быстрый. За счет быстрого обжаривания мяса и правильной нарезки бестроган получается нежный. Добавляю немного ароматного масла на сковороду. Здесь вы можете проконтролировать количество. Три зубчика мелко нарезанного чеснока. Он придаст нежность и аромат этому блюду. Жарю чеснок буквально 2-3 минутки до того момента, когда он выделит свой аромат. Делаю углубление посередине сковороды и добавляю несколько ложек томатной пасты. Я всегда рекомендую ее немного обжарить для того, чтобы она открылась и не была такой резкой. Я использую 2 столовые ложки. Температуру выдерживает тройку из десяти. Все продукты уже обжарены. И сейчас нужно начинать помино вытушить. Небольшой кусочек сливочного масла не помешает. Сейчас вы можете добавить куриный бульон, говяжий бульон, либо просто обычную воду. Но я же рекомендую использовать горячую воду для того, чтобы не останавливать процесс приготовления. Много воды не наливайте, лучше всегда добавить. Аккуратненько все собираю со дна сковороды, для того, чтобы ничего не пригорало. Неизменный ингредиент сливки, либо сметана. Сегодня я буду использовать сметану 3 столовые ложки. Как вариант, вы можете добавить жирные сливки не менее 33%. Сметану также возьмите пожирнее, чтобы блюдо было вкуснее. Тщательно все перемешиваю, уменьшаю огонь на самый минимум. Для пеканности добавлю душистой паприки. Еще немного воды и накрою крышкой, и буду тушить примерно 15-20 минут. Это все зависит от желаемой нежности мяса. В процессе приготовления периодически поднимайте крышку и перемешивайте, для того, чтобы ничего не подгорело. И проверьте подливу на вкус. При необходимости досолите. А точно время приготовления мяса я специально не говорю, потому что это все зависит от говядины. Потому что мясо тонко нарезано, обжарено. И сейчас ему просто нужно дойти в подливе, пропитаться всеми ароматами. Оно уже было практически готово. Если бы я только мог передать ароматы, какой бестроганом у меня сегодня получился. И у вас также получится по этому рецепту. Посмотрите на эту нежнейшую и очень вкусную подливу. Ну, конечно же, бестроганом я подаю сегодня с нежным и очень вкусным картофельным пюре. Хотя в Северной Америке многие шефы подают бестроганом с макаронами. Но мне же нравится все-таки с картофельным пюре. Конечно, гарнир вы можете выбирать на свой вкус. Мясо уже очень нежное и вкусное. И подлива дополняет. И нужно дегустировать эту вкуснотищу. Я, если честно, не могу уже просто удержаться. Посмотрите, подлива получилась нежная, однородная. Ничего не отсеклось. Для начала я попробую подливу с картофельным пюре. За счет того, что я обжарил лук до карамельного цвета, он нежный, практически растворился в подливе. Конечно же, нужно продегустировать говядину, какая она сегодня получилась. Нежнейшая, друзья, просто тает во рту. Это блюдо подойдет на любой повод. А как приготовить картофельное пюре, у меня также есть уже на канале. И ссылка будет внизу под видео. Для того, чтобы было вам удобно и вкусно готовить. Я остаюсь с этой вкуснотищей. Остановиться невозможно. Эта говядина нежнейшая, друзья. У вас также получится. Подпишитесь на мой канал. Поставьте лайк. Оставайтесь со мной. Почаще заходите в гости. До скорых встреч. Пока.